МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Бывают женщины на свете, которым честь не звук пустой, а не за многое в ответе. Погоны выданы судьбой". Марина Корж, начальник инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности отдела внутренних дел администрации железнодорожного района Гомеля, майор милиции. Женщина, которая всю свою трудовую жизнь работает с детьми, сначала педагогом, сейчас милиционером. Плюс ко всему, она многодетная мама, которая прекрасно совмещает свои материнские и служебные обязанности. По итогам работы в 2019 году решением Гомельского облсполкома Марина Корж признана Человеком года Гомельщины. Она одержала победу в номинации «Служу Отечеству». Как и почему на плечах Марины Корж появились погоны, что самое важное в ее профессии, и что сама героиня говорит о роли и особенностях работы женщины-милиционера. Об этом далее в программе. Марина Корж родилась в Гомеле в хорошей и дружной семье. Еще в детстве она решила, что будет служить Отечеству. Это была не детская прихоть, не промежуточное желание, не романтическое представление о совсем не романтической профессии. Это было осознанное решение и вполне объяснимое. Отец и дедушка нашей героини тоже несли службу в органах внутренних дел. У Марины Корж всегда перед глазами был живой, достойный пример честного служения Родине. В семье у нас всегда была дисциплина, но не было такой строгости, как, наверное, все думают, что в семьях-милиционерах очень все строго и жестко. Отец нас растил с матерью довольно в теплых отношениях. После окончания школы Марина Корж поступила в Мозорский государственный педагогический институт имени Крупской. Получила специальность учителя трудового обучения. На протяжении четырех лет работала преподавателем на учебно-производственном комбинате номер один Гомеля. После чего я узнала, что в железнодорожном РОВД появилась вакансия участкового инспектора ИДН. И, конечно, я сразу охотно начала оформляться в органы внутренних дел. У участкового инспектора ИДН нужно было педагогическое образование, которое на тот момент у меня уже было. Поэтому я без труда оформилась в железнодорожный отдел милиции. В органах внутренних дел Марина Корж служит с 2008 года. В должности инспектора по делам несовершеннолетних наша героиня проработала 4 года. После чего в звании старший лейтенант Марину Валерьевну Корж назначили руководителем инспекции по делам несовершеннолетних в железнодорожном районе Гомеля. В этой должности она работает уже 8 лет. Проходила обучение в Минске в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Я уехала в 2008 году на полгода в Минск. Это казарменное положение. Мы там проживали, обучались всему. И навыкам административного законодательства, и уголовного. Также навыкам применения оружия. То есть там идет обучение конкретно по, скажем так, милицейской специфике. Марина Валерьевна признается, работа занимает большую часть ее жизни. Она благодарна своим руководителям и наставникам за тот профессиональный опыт, который они передали ей, и которым она сейчас щедро делится с молодыми сотрудниками. Часть из них, как и Марина Корж в свое время, пришли в милицию из гражданских профессий. Поэтому пройденные этапы службы и накопленный опыт позволяют ей, как руководителю, помочь освоиться в профессии новичкам, за что они бесконечно благодарны. Марина Валерьевна – главный человек и грамотный учитель в нашей инспекции. Самыми важными качествами Марины Валерьевны можно считать справедливость, профессионализм, ответственность, последовательность. Она очень последовательный начальник и поэтому привлекает других сотрудников к себе. Марина Валерьевна является хорошим психологом, потому что она каждому подбирает индивидуальный подход. Принципы, которых Марина Корж придерживается в работе – это профессионализм, дисциплина и позитивное отношение к работе. Она прекрасно понимает, успехи и достижения в их службе – это результат слаженной командной работы. Сейчас в подчинении майора милиции Корж находятся исключительно женщины. Натуры тонкие и каждой нужен индивидуальный подход. У каждого свой характер, знания, навыки. Но я стараюсь поддерживать теплые отношения, создавать какой-то благоприятный социально-психологический климат в коллективе. Именно такие действия, мне кажется, это залог стабильной работы. Есть у нашей героини и свой девиз по жизни – жить, работать и создавать. Говорит, без него она не представляет движения вперед. А на вопрос, сложно ли быть женщиной-милиционером, при этом еще и руководителем, ответила без промедления. Быть женщиной-руководителем не так сложно. Руководитель независимо от пола должен обладать сильным характером, личной ответственностью, наверное, каким-то профессиональным чутьем и высокой трудоспособностью и активностью. Основные задачи в работе инспекции по делам несовершеннолетних – это профилактика безнадзорности и нарушений законодательства. Большое внимание уделяется и деятельности в учреждениях образования, которые находятся на закрепленных участках. Там активно проводится профилактическая работа, как и в семьях, которые находятся в социально опасном положении. Так в 30-й Гомельской школе Марину Валерьевну знает каждый ученик и родитель. Она – постоянный гость на их школьных мероприятиях. Вы знаете, на своем примере, на своих беседах, наверное, мы так детям не донесем, как это делает в своей работе Марина Валерьевна. И детям, и родителям. Потому что каждый день, сталкиваясь с такими трудными подростками, трудными ситуациями, она это нам все объясняет. И я думаю, что, может, не до всех, но до большей части наших детей это доходит. И она создает преграду для преступления и правонарушений, которые, может быть, зародились в их еще не совсем созрелой душе, не совсем сформировавшейся личности. Полина, как надо переводить? Надо следить с велосипеда, посмотреть право и налево, перейти пешеход и до серединки дойти, снова посмотреть направо и налево. И уже потом, когда машина уступает пешеходу или нету, можно переходить дорогу. 2019 год принес хорошие плоды службы сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних администрации Железнодорожного района Гомеля. Правоохранителям удалось не допустить роста совершения преступлений, связанных с употреблением, распространением и хранением наркотиков. Меньше стало подростков, с которыми проводится профилактическая работа по употреблению алкогольных напитков. По основным критериям профилактической работы с несовершеннолетними, за 2019 год инспекция заняла четвертое место по Гомельской области и первое по городу Гомелю. При всей сложности и напряженности в работе Марина Корш ни на минуту не пожалела, что когда-то решила служить в органах внутренних дел. Ну а полученное звание Человек-года лишь усиливает желание по-прежнему приносить пользу людям, развиваться и передавать опыт молодым сотрудникам. Приобретенное звание Человек-года в номинации «Служу Отечеству» было для меня несколько неожиданным, но и радостным событием в жизни. Благодаря, конечно, сплоченной работе моего коллектива и нашим достижениям мы достигли каких-то высоких результатов в работе. Конечно же, это гордость за свою работу, какое-то саморазвитие над собой. Ну и я думаю, что я, наверное, иду в правильном направлении все-таки по работе. Моя семья состоит из мужа и троих детей. Конечно, на работе и дома я немного отличаюсь. На работе я должна быть, отвечать за свой коллектив, заверенный мне участок. Ну а дом, конечно же, это уют, тепло, которое должна нести в семью. Старшие дети Марины Корж уже совсем взрослые и самостоятельные. Сыну Андрею 24, дочери Анне 19. Она учится в Полоцком аграрно-экономическом колледже по специальности юрист. Все внимание нашей героини сейчас сконцентрировано на воспитании младшего сына. Захару моему 6 лет. Он пока является воспитанником 19-го ясли сада. Мы проживаем в Новобелецком районе. Ребенок активный, подвижный, участвует много в дошкольном учреждении, в мероприятиях. Скажу так, что его выделяют там в плане ведущего. То есть он у меня такой активный мальчик. Очень позитивный, веселый, смышленный. Марина Корж довольна тем, как складывается судьба ее детей. А еще она с чувством удовлетворения говорит, что все ее труды и бессонные ночи не были напрасными. Ведь она вырастила прекрасных ребят, воспитанных, умных и целеустремленных. Всегда прививала в детях честность, целеустремленность, ответственность за себя, за тех, кто с ними рядом, чтобы они выросли хорошими людьми. Для нашей героини самое важное в жизни – это ее семья и здоровье близких. Счастье называет удовлетворенность жизнью и наличие оптимизма. Мечта Марины Корж в том, чтобы все ее дети были счастливы, а их жизнь протекала ровно и стабильно. И чтобы они по-прежнему оставались ее верными помощниками и опорой. Я горжусь своими детьми. И часто они посещают, также принимают участие в воспитании старший брат с младшим. Поэтому мы вместе общаясь, проводим досуг в свободное время, выезжая в лес, на прогулки. Зимой мы катаемся на лыжах. Дети мне во всем помогали. Муж, дети, они постоянно, скажем так, не бывают в семье одного милиционера. В милиции, наверное, служит вся семья. Поэтому мы друг друга выручаем. Если мне, конечно, нужно отъехать, то помогают мне старшие дети, конечно, очень много. И тем самым я не вижу трудностей совмещать рабочие вопросы и семейные. Мы попросили нашу героиню охарактеризовать себя несколькими словами. И она абсолютно уверенно и максимально точно назвала свою главную отличительную особенность. Это наличие сильного волевого характера. Марина Корж говорит, что если бы не он, то не произошло бы ее становление как личности. А еще она добрая и отзывчивая. И всегда придет на помощь, если кому-то это будет нужно. И наверняка, благодаря своему профессионализму и чуткому материнскому сердцу, спасет еще не одну человеческую жизнь, как это было уже не единожды. Хочу пожелать современным родителям, конечно, в первую очередь, ближе быть к своим детям. Уделять им очень много внимания, не отдаляться от детей, идти в ногу со временем. Потому что молодежное поколение растет быстрее, чем сами родители. Воспитывать их в любви и контролировать, конечно, скажу, каждый шаг, чтобы не допустить какого-то провала в их жизни или плохого поступка. Героиня этой программы, начальник инспекции по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел железнодорожного района Гомеля, майор милиции Марина Валерьевна Корж, яркий пример того, как, имея цель и большое желание, можно добиться успеха в работе. И при этом наша героиня, не зацикливаясь только лишь на карьере, смогла создать большую и дружную семью, которая всегда рядом, всегда поддерживает и помогает. Марина Корж намерена и дальше много работать, и также много любви и заботы отдавать своей семье. Я надеюсь, что через 20-30 лет я буду в кругу своей любящей семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова